Здравствуйте! В эфире новости первого карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам только о главном. В Майкудуке пенсионерку сбил водитель автобуса. Карагандинцы и известного КВНщика показали в финале популярного российского шоу «Камеди Батл Без Границ». Накануне Дня Независимости Казахстана студенты и преподаватели провели масштабную благотворительную акцию. В субботу в Майкудуке в районе остановки Горняк произошло ЧП. 63-летнюю женщину пенсионера Багдагуль Бексариеву сбил водитель автобуса номер 34, автопарка номер 3. Пожилую женщину сразу же доставили в больницу. Сейчас она находится в реанимации. Амина Смакова подробнее. Пожилую женщину с места происшествия сразу же доставили в областной медицинский центр. Многочисленные переломы, черепно-мозговая травма. Врачи говорят, что сначала состояние больной было критическое. Сейчас наблюдается улучшение. Ну, после произведения операции состояние сейчас на данный момент с улучшением, пока находится в отделении реанимации. Ну и пневмоторакс разрешился. Сейчас планируется перевод в отделение нейротравматологии. Семья пострадавшей женщины до сих пор не может успокоиться. Страх за родную мать и гнев на водителя, который, кстати, ни разу не появился в больнице. Более того, дочь пожилой женщины Бердагуль Бердамуратова рассказывает от полиции ни слуху, ни духу. Со стороны полиции мы ничего не знаем, никого не видели. Водитель тот же день был, он на скорой или на этом такси привез сюда, в больницу. Тогда видели, а потом мы его тоже не видели. Следователь отдела Октябрьского района Даниил Рокжанов утверждает, что уголовное дело уже возбуждено. Водитель находится под следствием. По словам следователя, арестовать его пока никто не может. Окончательное решение будет выносить суд. Сколько будет еще таких случаев, произошедших по неосторожности водителей автобусов, неизвестно. Каждый день люди выкладывают в интернете видео, как водители едут через пень-колоду, разговаривают по телефону и не только. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Когда выйдет судебное разбирательство, неизвестно. Корреспонденты Первого Карагандинского будут следить за ходом следствия. Амина Смакова, кабинет Гуржбека, Бахтеор Аспанов, Первый Карагандинский. Накануне Дня независимости Казахстана студенты и преподавательский состав Карагандинского государственного технического университета провели масштабную благотворительную акцию по сбору денег для проведения срочной операции по пересадке почки Сергею Саенко. Сергей Саенко уже окончил КарГТУ, но это не помешало всему коллективу вуза откликнуться на просьбу о помощи. Ведь отец Сергея и его сестра тоже выпускники КарГТУ. Семейная традиция шахтерской семьи. Сергей уже перенес одну операцию. Операцию мы сделали, нам сделали 3 июля, 5 лет назад. Буквально 5 лет прожили мы нормально. Он хорошел, молодел, женился. Внуку 4 года закончил техникум. В этом году закончил Карагандинский университет. Был хорошим студентом, хорошим работником, хорошим отцом. Вот теперь такая беда у нас. Сегодня Сергей Саенко не в состоянии даже поднять головы. Но когда рядом есть такие люди, то надежда не угасает. Когда мы узнали о том, что выпускник нашего университета Сергей Саенко оказался в такой тяжелой жизненной ситуации, весь многотысячный студенческий коллектив нашего Карагандинского государственного технического университета откликнулся и решил прийти на помощь. Казахстан – многонациональное государство. И за годы невзгод и радости народ объединился и стал единым целым. Казахстанцы знают, что помощь в нужную минуту принимают не с обидой, но с радостью, как от лучшего друга. Поэтому, когда они обратились с просьбой оказать помощь, наш коллектив, он с душой откликнулся на эту просьбу. И сегодня мы собрали материальную помощь свыше одного миллиона тенге. Все очень надеются, что собранные средства помогут Сергею Саенко, и большая семья вновь заживет полноценной и радостной жизнью. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в шахтерской столице планируется открыть четыре предприятия. Накануне в областном Акимате прошло заседание Координационного совета, где были презентованы новые проекты. Подробности в следующем сюжете. Среди новых проектов, которые представили на днях в областном Акимате, был запуск нового технологического оборудования для производства пластиковых бутылок. Чтобы открыть такое предприятие в Караганде, потребуется 47 человек. В настоящее время предприятие уже установлено три линии по производству реформы производителя места, линия по производству компонентов пробки, линия ротопринт для навесения логотипа. Территория цехов составляет более тысячи квадратных метров. Корпорация «Караганденан» представила проект модернизации устаревшего оборудования по производству хлебобулочных изделий. На него уже затрачены большие деньги. Частично установлена специальная техника. Остальные 103 миллиона мы планируем взять в кредитную линию в банк «Центр кредит» и в течение трех лет погасить этот кредит и просим у государства линию по субсидированию в рамках дорожной карты 2020. Между тем, на заседании Координационного совета рассмотрели вопросы предоставления грантов и другим интересным проектам, которые отличаются своей оригинальностью и новизной. Акимобласти Боржан Абдишев дал указания своим подчиненным, чтобы они отслеживали данные проекты, которые были поддержаны. Во всех проектах мы обозначаем, что дополнительное создание рабочих мест, поступление, увеличение основного бюджета. Самое главное, все эти проекты, которые поддержали начинающий бизнес, они должны иметь завтра сбыть свои продукции, которые делают. Николай Кровец, Алжас Копасов, Первый, Карагандинский. Карагандинцы и известного КВНщика Рустема Мерикеева показали в финале популярного российского шоу «Камеди Баттл без границ» по каналу ТНТ. Свой юмор КВНщик представил на строгий суд жюри. Рустема уже известное имя победителя. Амина Смакова пыталась выведать все тайны этого шоу. Здравствуйте, Мерике Рустем, город Караганда. В начале сентября этого года Рустем и другие карагандинцы были участниками финала известного российского шоу «Камеди Баттл без границ». Рустем Мерикеев без проблем прошел кастинг в Астане, после чего стал готовиться к финалу юмористического шоу. Я прошел чей-то финал, прошел полуфинал. Полуфинал делится на два этапа. Это по материалу, когда проходишь, и до импровизации. Вот, я дошел до импровизации. То есть, я дошел. Своим выступлением карагандинец остался доволен. К финалу готовился основательно. Правда, как рассказывает Рустем, все шутки и сценки отбирались очень тщательно. За все 10 дней в полуфинале я прочитал им около 460 шуток. Из них оставили тоже 9 или 10. Результат налицо. Перед жюри молодой человек выступил достойно. Итак, неадекватные радионовости караганды. Вчера у ведущей прогноза погоды был день рождения. Ей исполнилось 27-29. Очень жадная семья, чтобы сэкономить на порядке. Хотя съемки финала проходили осенью, у Рустема поток интересных историй не закончился. К тому же КВН-щик обмолвился, что уже знает имя нового резидента известного юмористического шоу. Я знаю, кто победил, но давайте дождемся эфира 27 декабря по ТНТ. После участия в комедии баттл «Без границ» у Рустема Мерикеева славы прибавилось. Его уже знали как веселого КВН-щика, а теперь и как участника всеми любимого российского шоу. Сегодня в планах у молодого человека саморазвиваться и также в том же духе продолжать доставлять людей смеяться. Ведь смех продолжает жизнь. Амина Смакова, Габидин Куружбеков, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Далее короткая реклама, Габидин Куружбеков, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. «Тревел Мания» и пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. «Долина Нанди» и пищи. «Тревел Мания» и пусть весь мир крутится. Распродукты займите на территории «Долина Нанди» и пара «Долина Нанди». Орион. Мы приносим радость в дом. Обновление содержания образования – вот главная идея модернизации обучения подрастающего поколения. Им надо давать больше навыков и компетенций. Молодежь должна уметь учиться. А для этого нужна новая система оценки, отражающая содержание. Необходимо привлекать новые технологии. Так родилась идея сдавать ЕНТ через интернет. Было бы неплохо, чтобы ребята сдавали в онлайн решение. Возможно, это создаст какие-то дополнительные трудности, но все-таки это верное решение. Правда, возникает множество вопросов, особенно у учащихся. Они неслабо разбираются в интернет-технологиях и скептически относятся к подобному новшеству. Если честно, не вижу никаких положительных сторон. У меня есть свои минусы. Первый минус в том, что, как делается в обычных онлайн-тестированиях, на один вопрос дается от силы 1-2 минуты. Пока ты не ответишь на данный вопрос, на следующий вопрос ты можешь не перейти. А сидеть 3-4 часа за компьютером – это несет свой вред. То есть вред нашему зрению, вред нашему организму. Произойдет какой-то сбой в программе. По-любому нам скажут сдавать ЕНТ заново. Лучше уж пусть пройдет в нормальном режиме. Международная практика работы с интернетом энтузиазма у ребят явно не вызывает. Тест – это неправильно, потому что это как бы невыгодно для учеников. А на это ты должен быстрее и быстрее рассчитывать, потому что это на 3 часа сегодня же дают. И многие станут запутываться, у них мысли будут несобранными. Я думаю, что для учеников это приводит много стрессов. Как ни странно, молодежь не очень поддерживает новые технологии по сдаче ЕНТ. Еще планируется рассмотреть вопрос по самостоятельному установлению вузами критериев для поступления студентов по итогам сдачи ЕНТ. Это еще одна головная боль для абитуриентов. Автономия вузам дается для того, чтобы они смогли конкурировать за студентов. По словам главы Министерства образования и науки Аслана Саринжапова, в 2014 году ЕНТ останется прежним, а в 2015 году планируется ввести новые элементы. Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. Имя Ахмеда Байтурсынова почитаемо в Казахстане. Историк, тюрколог, поэт, журналист, педагог, политический деятель – все это Ахмед Байтурсынов. Имя известного казахстанца стремится получить 41-я школа Караганды. На днях в стенах учебного заведения прошла республиканская конференция, посвященная Ахмеду Байтурсынову. 41-я школа – старейшее учебное заведение Караганды. Вместе с шахтерской столицей в 2014 году она будет отмечать свой юбилей. Школе исполняется 50 лет, Караганде – 80. Она внесла в историю становления Караганды немало значимых дел. Коллектив учебного заведения и учителя, и ученики стремятся стать байтурсуновцами, продолжателями славных начинаний великого казахстанца. Ахмед Байтурсынов родился в урочище Сартюбек в семье скотовода. Занимался преподавательской деятельностью. Как литератор дебютировал в 1901-1904 годах. Переводом на казахский язык Басин Крылова, публикацией стихов, призывавших казахов к возрождению национальной культуры. В 1905 году возглавлял революционное движение в Казахстане. Один из лидеров партии Аллаш-Орда. В 1919-м перешел на стороннюю советской власти. Он занимал многие высокие должности по управлению казахским краем. Но его судьба как общественного деятеля трагична. В 1937 году он был вторично арестован и расстрелян. Его реабилитировали только в 1968 году. А за свою короткую жизнь Ахмед Байтурсынов успел многое сделать в национальной политике Казахстана. Его вклад в развитие будущего народа неоценим. Об этом говорили на республиканской конференции гости из Алматы. А 41-я школа Караганты налаживает связи с учебными заведениями и музеями Казахстана, носящих имя Ахмедова и Турсунова. Ученики и преподаватели очень надеются, что они смогут добиться права носить имя великого казахстанца. В каком городе лучше всего жить и какая должна быть экономика в стране? Как правильно использовать форсайт прогнозирования для досрочного планирования развития региона? Об этом и о многом другом сегодня говорили и спорили студенты экономического университета с российскими учеными-экспертами. Подробности в сюжете Николая Кравца. 80-летний юбилей Караганды. Хочется узнать, какой он станет к своему столетию. Сегодня все люди должны понимать, куда мы двигаемся дальше. Все хотят жить в стране с развитой экономикой, но не все знают, что для этого нужно сделать. Именно поэтому для студентов экономического университета Палата предпринимателей Карагандинской области организовала встречу с российскими учеными. Нам нужно понять, каким хотим мы видеть Караганду, например, в юбилейный 2033 год. Какой она должна быть? Индустриальной, образовательной, театральной, может быть, центром искусств, а может быть, центром космических технологий Казахстана. Все начинается с того, что люди собираются и придумывают себе будущее. Будущее нужно написать. Студенты вместе с учеными из России и другими экспертами сегодня смогли согласовать свои интересные предложения, а также узнать, какой они хотят видеть Караганду в будущем. Только после этого Палата предпринимателей шахтерской столицы вместе с Институтом развития определит приоритеты. И будет легче определять не только по тому количеству денег, который есть, или по тому мировому опыту. В конце концов, мировой опыт – это опыт всего мира. А нам нужно наработать свой опыт. Процедура форцайт-прогноза, она предполагает выявление проблемы, соединение ценностей и после этого написание прогнозов. После сегодняшнего семинара в экономическом университете организаторы, гости, студенты загорелись идеей увидеть Караганду в юбилейном 2033 году. И это важно, считает Елена Петренко, потому что сами студенты будут продолжать жить в этом городе и создавать свои семьи. Николай Кровец, Алжас Копасов, Первый Карагандинский. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. На этом наш выпуск подошел к концу. Звоните к нам в редакцию, если у вас есть интересная информация. Номер телефона – 420649. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Сау Болныздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова